Ах, черт, мы снова идем. И, в принципе, они хотят, чтобы их разлучали, хотят, чтобы они работали на втором этаже, ой, на втором, на первом этаже, чтобы, короче, все было замечательно. Ты кто такой, незнакомец? Хороший день. Поговорите о погоде. Как вам погода? Отличная погода, люблю дождь. Как-то он странно тут стоит, так. Такой, как будто полу-квестовой персонаж. Даже время они взяли, чтобы... Время у нас не отняли, чтобы поговорить с ним. Хм, появился. Значит, товарищ. Марк Элегран нам... А, с этими, понятно. Там знаки вопроса были. Так, а эти... А вот с этими тоже время не забирается. Сегодня отличный день. Что ты имеешь в виду? Поговорите о погоде. Как вам погода? Паршивая, как всегда. Какие подозрительные. Короче. Марк Элегран нам предложил стимуляторы продавать. Они у меня тут спрятаны. В тележке. Привет, Питер. Привет, привет. Кстати, давай-то с тобой поговорим. Отношения наладим. Обсудить сериал приключения патриотов. Питер, я тут смотрел сериал приключения патриотов. И там всех патриотов посадили в тюрьму и начали пытать. Но за что? Эван, ты как маленький. Было бы за что вообще бы расстреляли. Но их арестовали свои же. А какие бы они были патриоты, если бы их поймали борийцы? Это уже были бы приключения изменников какие-то. А, вот оно в чем дело. Понятно. Закончить разговор. Ты прям как будто похудел даже немного, Питер. Как-то стройней стал. Или мне кажется. Так. Вот, стимуляторы. Проносить в госучреждение запрещено. Раз, два, три. Все спрятали. Все мы спрятали. Чтобы не спалили нас. Мы можем, конечно, может быть, написать на Марка Леграна какую-то заяву. Привет, слушай. Как дела? Спросить, как у нее дела? Что нового? Нечем хвастаться, Эван. Денег постоянно не хватает. Мать постоянно пилит меня из-за детей. Даже не знаю, что мне делать. Какие идеи? Не знаю. Может, пристрою детей куда-нибудь. Мать из меня никудышная. Я еще не оставила мысли найти себе мужа в министерстве. На будущее так туманно. Поговорить позже. Не надо сдавать детей в интернат. Хорошего дня. Пока. Так, а может, на Марка Леграна можно заяву написать? За то, что он торгует там всякими этими стимуляторами. Анонимная служба доверия приветствует вас, Эван Редгрейп. Мне нравится. Анонимная служба доверия приветствует вас, Эван Редгрейп. Они уже знают. Выберите цель обращения. Донести о должностном нарушении? Наверное, это оно. Сдать информацию о коллегах. У меня есть информация, о которой я могу поделиться с министерством. Это правильный выбор, Эван. Так, хорошо. Это хорошо. Что не хорошо, что может вначале сбыть. С вами говорить можно? Тоже, да, о погоде? Добрый день. Да, а, все, эти погодные ребята, это эти самые, это те, кому нужны вещества. Как вам погода, товарищи? Понятия не имею. Мы тут уже несколько дней работаем. Ни окон, ни отдыха. Предложить вещества для улучшения настроения. Дурацкая работа. За день устаю так, будто вагоны с углем разгружают. Да уж, еще и нагрузка растет с каждым кварталом. Я даже начал настойку на желудях пить. На вкус гадость редкая, но говорят, что помогает лучше соображать. Мне доктор вообще антидепрессанты прописал. Да где же их найдешь? В наших аптеках пластыри и те по талонам. А я тут слышал о новом препарате секретном, сами понимаете. В общем, он как-то так действует на мозг, что ты начинаешь соображать, как будто ты чертов гений. Никаких противопоказаний, никаких побочных эффектов. Чистый стимулятор для мозга. Говорят, что его уже тестируют на добровольцах. Вот бы попасть в их число. А ты сам-то откуда знаешь про препарат? Он же секретный. Троюродная сестра моей первой жены работала на заводе, где эти таблетки делают. Она с конвейера одну штучку умыкнула и проглотила тут же. Так за полдня месячную норму выполнила. Их потому и не дают всем подряд, чтобы премии за хорошую работу много не платить. Ничего себе, а она еще одну таблетку может умыкнуть. Я бы купил, а то у меня отчет стоит на месте, а я просто зашиваюсь. Надеюсь, ты понимаешь, что это не просто так и, как бы это сказать, совсем небезопасно. Мне вовсе не улыбается... Мне... Что? Мне вовсе не улыбается из-за вас шею подставлять. Окей. Да я могила! Я тоже! Клянусь, вождем! Ты бы еще на угольном кодексе поклялся, дебил. На уголовном. А почему это я дебил? Ты сам дебил? Вы специально так орете, чтобы нас охрана услышала? Если хотите получить таблетки, держите язык за зубами и готовьте деньги. Возле торгового автомата есть секция забора, а внизу у нее отверстие. Я положу средства туда, а вы положите туда деньги. Все понятно? Ага. Одна таблетка будет стоить 500. Ничего себе! А ты как думал? Надеюсь, мне не нужно вас предупреждать, что если об этом узнает полиция, на руднике мы поедем все вместе. Я вас выгораживать не собираюсь. Я могила. Я тоже. Клянусь. Я это уже слышал. Все, разбежались. Так, мы тут это самое нашли, ребят. А пошли этим отдадим тоже. Короче, я придумал. Мы отдадим стимуляторы. Бабла поднимем. Алигран, ну он там такой мразотненький человек. Его мы немножко, это самое, да. Секция у терминала. Так, сейчас. А его мы сдадим. А что делать? Ну, нужно устранить его. Нам сказал товарищ... Секунду, сегодня отличный день. Нам сказал товарищ Джеймс Каннингем, любые средства хороши, а мне бабки нужны. Поэтому мы убиваем двух зайцев одним выстрелом. Да, это не очень честно. Да, можно было бы накопить авторитет. Но нет. Сегодня отличный день. Что ты имеешь в виду? Предложить вещества для улучшения настроения. Не хотите немного расслабиться и улучшить настроение? Что ты предлагаешь? Ничего особенного. Тогда давай так. На мосту есть горшок с цветком, тот который возле выхода в зону приема граждан. Рядом с цветком забор. Ты положишь это ничего особенное за каменную сферу, а я взамен оставлю деньги. 500. Вот сюда. Пилюли. Так. И что? Охранник не увидел? Катсцена пошла или что? О, бабки. Так. Мне нравится, как они сами материализовались. Вот бы так в жизни. Никто не подходил, но деньги материализовались. 500 монет. Замечательно. Так, 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 так. Который ближе к выходу. Вот здесь, да. Задание обновлено. Сюда даже никто не подходит, слушайте. А, не, вот, подошел. В первой катсцене никто не подходил. Ну. Можно деньги забрать? Спасибо. И еще 500 монет. Так, последний там у лифта был, товарищ. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас все решим. Здравствуй, товарищ вождь. Все такие угрюмые. Как в такой стране не подсесть на что-то, как говорится, да? Предложить вещества для улучшения настроения. Я как бы не одобряю, но я понимаю людей, которые вот в таких, короче, ищут радость. В чем-либо другом, нежели в окружении. Потому что, ну, это жесть. Все, просто серый бетон и мрачные лица. Как насчет того, чтобы немного расслабиться? В смысле? Я слышал, тут можно достать кое-какие таблетки. Ничего особенного, просто витаминки. На эффект закачаешься. Интересует? А, это законно? Я тебя умоляю. Вот этот ответ классный. И непонятно, типа, да или нет. Ну, типа, я тебя умоляю. А, ну да, ну да. Стоит это будет 500 монет. Я тебе оставлю таблетку в бюсте вождя на выходе из офисных помещений. Деньги положишь туда же. У нас ведь не будет с тобой проблем, правда? Нет, что ты. Давай. Бюст вождя на выходе из офисных помещений. Окей. Не этот вождь. Не этот вождь. Слушайте, в любом случае, даже если я Леграна там сейчас сдам, я так подумал, у него же батя там какой-то влиятельный впишется. Он просто как бы работать тут не будет, скорее всего, и все. Ну, вряд ли его там казнят. Максимум. На рудниках год попашет. Так. Не смотри сюда, не смотри. Сирена Марвиц. Ты ничего не... Ничего не видела. Ничего ты не видела. Можно было Донгу предложить, но вот Донгу я не хотел предлагать. Эти таблетки, они, ну, прям... Донга знаешь, Донг нормальный такой. Так. Бабки давай. Просто полторы тысячи, как с куста. Замечательно. Так. Марка. Легран. Как там квест звучит? Отправить запрос. Шпионские игры. Т-т-т-т-т-т. Первый весь мир поговорить с Фергюсоном. Пошли с Фергюсоном и поговорим. Марка. Пола. Ты где? Марка. Чего тебе? А, даже не надо говорить с тобой об этом. Даже делиться прибылью не надо. Хорошего дня. И тебе не хворать. Так. Секунду. Хорошо. Стою в очередь. Жду, все, жду, жду, жду я. Туки-туки. Так. Пир на весь мир. Выбрать эскорт, поговорить с Фергюсоном. Блин, что там в сейфе? Вот прям. Нужно узнать нам. Но взломать мы его пока не можем. Обсудить подготовку к празднику. Товарищ Фергюсом. Я знаю, что я товарищ Фергюсом. Ты сделал, что я приказал. Не тяни, Ред Грейв. Нашел девиц. Вечеринка начнется сразу, как ты мне скажешь да. Хе-хе. А, нет, тогда нет. Возникли определенные трудности, товарищ Фергюсом. Я теряю терпение, Ред Грейв. О, сука. На сейф не нажимается. Не, вечеринку сразу нам не надо. Нам еще с твоего компа нужно взломать инфу для Магды Ракович. Короче, еще есть что делать в твоем кабинете. Пошли в анонимный телефон доверия, Эван Ред Грейв. Марк, извини, ты был хорошим чуваком, но вот приторговывать запрещенными препаратами такое. Это нехорошо, Марк. Так дела не делаются. Анонимная служба доверия приветствует вас, Эван Ред Грейв. Донести о должностном нарушении. Хочу сдать нарушителя. Назовите нарушителя. Назовите нарушение. Марк Олегран торгует наркотиками. Марк Олегран ведет себя непатриотично и нарушает директивы государства. Ваш рапорт принес. Спасибо за бдительность. Назовите, все хлопают, все такие довольные. О, да, молодцы. Молодцы, полицейские. Когда вас пиздить будут, остальные тоже так будут хлопать. Тебя, тебя, тебя. Так и будет, так и будет. Так и будет. Опа. Вождь вещает. А его что, казнить будут? Блэд. Дорогие друзья. Когда мы смотрим вперед, перед нами открывается невероятное будущее нашей страны. Фантастические картины прекрасного, великолепного мира, в котором мы с вами будем жить, сможет увидеть каждый, кто честно работает на своем месте и любит свою страну. Именно поэтому мы должны каленым железом выжечь тех, кто хочет отвлечь вас от этой мечты, кто подменяет грезы о будущем грезами наяву, кто отвлекается граждан от нашего великого дела. Среди нас нет места наивным мечтателям и их пособникам. Только тяжелый самоотверженный труд на благо Родины приведет нас туда, куда смотрим. Слава нашему великому государству, мира и процветания нашей общей великой Родине. Счастья вам, здоровья и благополучия. Ура! Да, нет, таки Казнятова. Легран, сорян! Ух, нихрена себе, прям так? Ты его поднимешь вообще, дружище? Другалек. Еле поднял этот топор, бедолага. Ну, сори. Он был сомнительным человеком. А мне вот интересно, вождь на каждую казнь делает персональное обращение? Просто если так, у него бы времени не хватило ни на что другое. Или это записанный там, условно, на каждую статью нарушения видеообращения, и его включают, когда кого-то казнят? Я просто не очень понимаю, как это работает. Так, начнет повышение. 11 тысяч? За что? А, можно получить повышение уже. Это вот мне дали за это, я понял. Еще дождаться конца вечеринки 10 тысяч. Так, веревки не надо. С терминала Фергюсона. А я не умею взламывать его терминал, наверное. Взлом терминала в Патриот. Да, я еще не дочитал книгу. Дней рано, еще, короче, вечеринку устраивай. Там терминал взломать, инфу знать. Давайте поработаем 2 часа и пойдем домой. Читать. Собственно. Здорово. Так. Заходим. У нас еще нужно поднять, нам нужно поднять с Питером Донгом отношения на 3 сердечка. И все будет замечательно. Сообщение. От кого служба оповещения, кому Эван Редгрейф. Тема блаженный сон и польза государству. Министерство социальной защиты сообщает, что благодаря реализации программы блаженный сон в прошлом году была полностью решена проблема содержания домов престарелых. Это позволило государству сэкономить более 3 миллионов золота, которые были направлены в помощь фронту. Граждане, сообщая о лицах, достигнувших возраста 85 лет на горячую линию программу блаженный сон, вы помогаете государству приближать победу. Да уж. Здравствуйте. Тренер по женской гимнастике Энн Болтвей повесила в зале портрет чемпионки мира из Южной Бории и заставляет всех девочек брать с нее пример. Положительный пример, хороший способ воспитания. Категорически не согласна. Девочки целыми днями занимаются, растягиваются, гнутся перед этим портретом. А разве для того наша страна воевала, чтобы наши девушки прогибались перед Южной Борией? Эту Болту необходимо изолировать от общества, чтобы она не прививала детям вредные идеи. Так, это донос. Вопрос куда это? Патриотизм, порядок или... Ну вообще это Южная Бория, типа... Погоди, секунду. Наверное порядок, типа нарушена директива про Южную Борию какая-то, вторник, 525-й, держи. А это вообще спорт, логично. Человек нарушает директиву, нужно жаловаться в спорт. Все логично. Здравствуйте, я преподаватель физики в университете горного дела. Вчера я делал кое-какие расчеты на доске, но и не стал их стирать. А сегодня обнаружил, что доска девственно чиста. Я требую найти того, кто это сделал, и строго покарать. Ебанутый. Наука и техник. Строго покарать! Строго! А я там писюкал на доске формулы! А староста группы пришел и стер! Я хочу написать жалобу. У моего мужа избили полицейские на улице, спутали его с преступником, и он теперь работать не может. А нам с детьми что делать? Я требую, чтобы полицейских привлекли к ответу за эту ошибку. Вы уверены, что это ошибка? Конечно! Бить нужно виновных. Жалоба, порядок, ттт 871, держи. Следующий, пожалуй, из 100. Подходите, не стесняйтесь. Здравствуйте, мой супруг утверждает, что ученые доказали, будто бутылка красного вина в день снижает риск инфаркта на 50%. И что вы хотели? Я хотел бы получить официальное опровержение, потому что полгода с этим сторонником здорового образа жизни я не выдержу. Запрос, наука и техника, 717. Держи. Следующий. К окошку подходим. В парке труда наконец-то сделали велосипедные дорожки, и хотя велосипедов продажи пока я что. Нет, хочу выразить благодарность всем причастным. Это серьезный шаг вперед для всей нашей страны. это информация до выразить благодарность парке труда это труд наверное труд 950 а это социальная забота ну и ладно ну и хрен с тобой все все следующие следующего не будет сегодня ждем завтра ждем завтрашнего дня стоим не расходимся а то потеряете свою очередь погнали просто быстро огнище нужно срочно разучить навыки чтобы взломать терминал товарища фергюсона а это не так уж и просто ручки вскидываем молодцы вождя любим не задерживаемся не задерживаются сколько тут бюстов вождей просто каждый смотрите 1 2 в каждом углублении по по бюсту вождя вот тут тык вождь вождь кулак что-то еще монструозно массивное тоталитарное и самый главный вождь вот вождь всем вождям вождь шальной блин реально у него как будто я не знаю это ли член маленький то ли его в детстве недолюбили у него такая мания величественности или он абсолютно неуверенный в себе человек одно из трех потому что иначе я не вижу никаких вау 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 щита пошли раз два три щита 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 водоснабжение водоотведение сбор фонда пропаганды центров блаженного сна господи вам лишь бы с денег содрать с честного народа так телевизор смотрим патриотов приключения патриотов смотреть раз шесть часов еще есть книги читаем книги нужно читать это пища для ума 1 2 работ с терминалом том 2 новый навык взлом терминалов родина четыре часа еще есть можно погулять на самом деле где-то как-то так пойти на площадь пройтись вокруг дома пойти к натану кехлеру давайте вокруг дома прогуляемся что еще делать так уходи отсюда рядом с домом ничего интересного вы возвращаетесь домой кое-где орут дети из немытых окон квартир на первых этажах доносятся запахи ужина дверь в подъезд сорвана с петель на стене свежая надпись вождь в моей а дальше закрашена на лестнице первого этажа вам преграждает шикарный путь вам преграждает шикарный кожаный диван рядом суетится полный мужчина с красным лицом он пытается в одиночку затащить диван наверх сосед обращается к вам за помощью спросить откуда диван сосед рассказывает историю как ему совершенно случайно достался талон на мебель и он совершенно случайно увидел этот диван в магазине и у него совершенно случайно оказались при себе деньги но по его бегающим глазам понятно что он врет надавить вы сообщаете соседу что не верите в его сказку и хотите доложить про этот шикарный кожаный диван куда следует сосед побледнел и начал упрашивать вас не докладывать он рассказал о больной жене и о ее требованиях достать диван как у нормальных людей что диван ему достался за взятку у начальника своего цеха а тот получил талон от кого-то еще сосед предлагает деньги за молчание отказаться от взятку сосед вздохнул с облегчением говорит что денег осталось только на счет за квартиру затем он бежит домой возвращается с бутылкой в качестве благодарности а помощи с диваном он больше не просит вы поднимаетесь по листья я помог я просто я просто узнать хотел я не хотел там доебаться до человека я вдруг тоже хочу себе купить диван так управляющему докладывать не буду пойти домой я бы и помог типа я просто хотел узнать инфу и помочь господи такие все шебутные страны бутылку чего ты мне дал бутылка виска качественное пойло замечательно три часа еще есть спать будем нечего делать на площадь идти не хочу погнали просто огонь вперед сейчас нужно максимально поднять отношения с питером донгом посмотреть какой квест у него затем взломать терминал фергюсона и огнище так хорошо товарищ рэй грэй вас вызывает товарищ фергюсон чете надо не думаю что стоит заставлять его ждать чете надо тварь вызывали а редгрейв ты что творишь торгуешь наркотическими средствами у меня под носом нет это не я продавать стимуляторы это идея леграна я уже понял что он решил заработать а меня обвести вокруг пальца против фергюсона пошел щенок я бы устроил этому дерьмо еду пусть радуется что так легко отделался мне даже ничего за это не будет лох так давайте чтобы час не потерять в очереди сразу подожду ну типа если я выйду отсюда то мне нужно будет потом очередь стоять я вот так фигак подождал некоторое время спустя зашел красиво у вас необходим навык взлома сувальдных замков мне нет того навыка вот а терминал его я взломать могу хо 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 красиво так секунду записка с номером номер дома негодных министерских базах данных 207 дробь 1 так давайте начнем с писем пит фергусон у нас проблемы открыта новая информация о калибре грибе пишет кому be braver большой брат наверно big braver мини стригов бруно друг мой ты должен мне помочь это это хрен моржовый это долбаный редгрейв я видел служебную записку которую он написал обо мне сейчас я немного успокоился поэтому пишу тебе позвонить не могу телефон разбила стену так этот козел меня разозлил короче надо с ним что-то делать как-то решать эту проблему иначе он перекроет нам кислород и не будет больше ни музыки не шампанского не икры с ананасами вечеринки закончатся не знаю как ты бруно а я не смогу жить без ласковых на все согласных распутных девочек поэтому подключай там свои связи давай и что-то накопаем на этого сраного моралиста это он на нашего батю копал пит фергюсон увеличение показателей магда ракович магда я требую срочно увеличить показатели сбора недокументированных доходов сотрудников моего этажа придумай какую-нибудь награду для холопов устроить соревнования между сотрудниками с наградой в виде внеплановых работ или напугая их внеплановыми работами мне все равно главное чтоб концу месяца каждый сотрудник перевыполнил план как минимум в два раза окей у какой с тачкой я и моя точила я и тёлочки так документы список наказанных сотрудников майкл броуди повешен за невыполнение плана по взяткам юстас джбаник расстрелян за систематические ошибки при распределении обращений фил дукович псарня за четыре псарня за частые одобрения запросов граждан нихуя себе просто одобряешь запросы псарня собаки тебя съедят все нормально пол пшекович переведен в качестве подарка для мясника тут люди еще даруют холопов друг другу в карты не играете на людей случайно список повышенных сотрудников джордж хэмниц переведен на седьмой этаж повешен за на награждение провести проверку мэри сью переведена на 16 этаж расстреляна грэг коллинз переведен на девятый этаж несчастный случай на работе финансовый отчет за май 1985 получено взяток на 500 тысяч из них в общую кассу 200 тысяч рекомендую провести мотивирующую казнь сотрудников чтобы больше брали так это первая папка была не погоди мы все посмотрели а это что ли код учреждения а сейчас все 207 1 вот вот зачем тут эта кнопочка 207 дробь 1 так хостовары что мне нужно сделать вообще детям в детском доме нужно мыло вместо него привезли патроны маг даракович просит изменить распределение ресурсов детском доме с терминала фергюсона хостовары мыло зубной порошок белизна так продукты консервы брюква галеты а у меня баланс 1000 все так мыло консервы плакаты с лозунгами проведение митинга выступление ансамбля дрова запрещенные книги разрешение собирать валежник премию руководителей а большие очень большие невероятно большие запрещенные книги блин галетами питаться серьезно белизной умываться зубной порошок не мыло нужно что самое дешевое плакаты плакаты с лозунгами то есть мыло продукты галеты патриотическое воспитание плакаты с лозунгами отопление разрешение собирать валежник заебись большие очень большие невероятно большие но так только мыло нужно попросила мыло на мыло просила давай задание обновлено все выход так магда ракович ты меня сорян там за валежник и за галеты но премии это пиздец там можно было если маленькие поставить я бы был рад этим тварям корпоративным крысам маленькие премии так что еще поговорить о запросе на поставку было я отправил запрос отлично вы так заботитесь о каждом из этих малышей в основном о девочках ведь одна из них моя внучка а почему вы ее не заберете оттуда детям в доме негодных дают новые имена а настоящие хранятся под номерами в базе данных министерства информации и в архиве у меня есть номер который присвоили ей при рождении 21 47 82 а еще мне страшно я больше всего на свете хочу забрать детку домой но мне придется изменить мою жизнь запомни я ванрет грейв я тебе все это говорю потому что ты мне помог это минута слабости чего пришел да все до свидания понятно письмо по фергусу до бруно за должен мне помочь этого это мы прочли так питер донг питер донг нам с тобой нужно поговорить о тут новый работает рабочее место карл 962 слышь карл здорово карл сотрудник 962 имя карл извините должен вернуться к работе согласно служебной инструкции ну давай карл почему у тебя номер 962 что так странно как будто есть карл 961 960 и так далее питер донг ты где аута работаешь нихрена себе обычно ты просто жрешь я не ожидал тебя здесь увидеть здорово ну чего тебе обсудить сериал приключения патриотов слушай ничего ничего себе в приключениях патриотов финал сезона я оторваться не мог а да когда алекса наваль стали лупить ломом между ног алекса наваль вернее думал то алекс это женщина я чуть не разрыдался а когда их всех выгребную яму засунули супер я думаю что в следующем сезоне еще круче будет ты будешь смотреть спрашиваешь я уже в календаре пометил когда он начинается эван я чертовски рад что нашел человека который смотрит те же сериалы что и я так здорово обсудить с другом то что нравится обоим согласен чего тебя и вот квест появился потому что у нас с ним потому что у нас с ним максимальный уровень дружбы спросить у него дела питер рассказывай все плохо дело в моей маме проблемы со здоровьем если бы мамуля всех нас переживет если сможет выплатить долг какой долг ей кто-то посоветовал вложить деньги фирму рога и копыта знаем мы такую мы советовали не врага и копыта вкладывать деньги в первом бихолдере а в яблочке да да я помню ну знаешь холодец патриотический холодец министерский редкостная отрава они обещали ей бешеные проценты мама вложила свои сбережения заняла у родственников и соседей кредит даже взяла и и что случилось они разорились вкладчики разгромили их офис на владельца испарились вместе с деньгами и о какой сумме идет речь 20 тысяч монет уже ебу и бабу ничего себе да и кредиторы грозятся переломать маму ли ноги а я этого не переживу давай поможем я попробую что-нибудь придумать мама и святое спасибо эван век не забуду поговорить о деньгах для мамы есть идея как помочь маму ли ей вчера дверь разрисовали и стекла побили гады надо еще подумать поторопись эван кредиторы лютуют а мамуля вся на нервах блин только до 20000 можно поговорить обо всем более а есть вариант как-то может работник службы озеленения ты кто вообще зарабатывает на жизнь всеми доступными способами продает стимуляторы да а найти донгу деньги и как я там слышал что этот самый письменах своих фергюсон до хрена денег собирает а еще у него такой сейф заманчивый в кабинете стоит достану я в очередь господи иисус может можно его как-то ну слушайте сейф выделяется вам же ваша стучаться не учили даст слышь я тебе помогал вообще-то что такая борзая ой борзота на ножках слышишь а вот сейчас без стука зашел вот сейф есть необходим навык злого сувальдных замков вот отсюда может бабки можно взять долги дон просит помочь с решением финансовых проблем его матери типа он же не спалит наверное хотя он спалил что мы стимуляторами барыжили если спали джопа будет нет нам ничего искать не надо ясно товарищи вчера был у фергюсона в кабинете опять он тебя ну а что еще короче отдаю ему свои взятки за день он открывает сейф а там вот такенная пачка облигаций патриотического займа вот я о том и говорю если сейф выделяется значит с ним можно что-то делать это логично и что у меня тоже есть облигация всех же заставили купить только за им это так для дурачков никто ничего возвращать не будет это таким букашкам с одной облигации как мы с тобой никто ничего не вернет а если иметь такую пачку и знать нужных людей такие так значит инфа появилась про сейф там не бабки там облигации это потом еще нужно будет с этими облигациями видимо что-то как-то их обналичить эдонг стой поговорить о деньгах для мамы давай предложить ограбить сейф начальником есть одна идейка но боюсь ты не справишься ради маму ли я готов на все рассказывай я слышал что у фергюсона в кабинете в сейфе лежит приличная пачка облигаций патриотического займа если найти кто их скупает можно получить хорошие деньги а фергюсон нам их отдаст нет конечно же дурак я прям предугадываю питер ты дурак конечно нет ты должен забрать их сам я но я не справлюсь об этом я и говорю говорил сам начали нет я справлюсь ради маму ли ради счастья ради жизни успокойся оратор и лучше подумай как все провернуть ладно мне пора пока эван ты мне очень помог да ради бога и земля тебе пухом что ничего удачи говорю чего тебе закончить разговор я думал что мы будем взламывать а мы не будем взламывать ну ладно земля тебе пухом как говорится получить повышение собрать информацию о фергюсоне давайте наверное давайте наверное что давайте скажем фергюсону что все готово к вечеринке собрать информацию о фергюсоне не знаю где третью возможно вот на вечеринке она и скроется как-то каким-то чудесным образом да я жду жду ты заколебала ты живешь ты приросла к этому ковру же женщина ты в этой очереди уже заебала стоять просто бесит так сэр сэр чего пришел обсудить подготовку к празднику товарищ фергюсон я знаю что я товарищ фергюсон ты сделал что я приказал да так точно я нашел двух красавиц как и договаривались они жажду с вами познакомиться еще бы возможно это будет и звездный час я когда сытый добрый все готовы для вечеринки время зажигать так рейдгрейп ты готов зажигать да взорвем танцпол всегда готов товарищ фергюсон тыц 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 некоторое время спустя давайте о тыц 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 нормально музяка у вас привет эван держу пари ты ожидал увидеть тут низкобюджетный вариант шахтерской попойки ха 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 пит фергюсон не мелочиться запомни это я много времени трачу на подготовку например в этот раз я очень долго думал какую тему выбрать для гулянки и какие были варианты сначала возникла мысль сделать что-то про кладбище но и вовремя опомнился лопаты трупы говорящие черепа и ослы это конечно смешно но для вечеринки нам нужно что-то поживее понимаешь о чем я потом пришла идея ударного клуба только представь драки кровь зубы на полу женщины визжат от восторга и мгновенно выпрыгивают из одежды звучит прекрасно почему же отказались выяснилось что у нас драться никто не умеет полицейские умеют только избивать а гражданские только лежать и скулить это зрелище мы и так наблюдаем ежедневно по дороге на работу верно так что сегодня у нас просто пати хард море алкоголя наркотиков и виагра в напитках дадут о себе знать у кого-то точно сорвет башню вот тут и посмеемся как тебе идея нравится да конечно я в восторге очень круто еще бы погоди мы еще добавим сюда беспредел а что стоишь столбом red grave осмотрись вокруг пообщайся с людьми где их сделать что-нибудь сумасшедшее я хочу чтобы градус веселья увеличивался понимаешь что конкретно вы хотите в прошлом году три пьяных стриптизерша утонули в ванне полной красной икры правда тогда же кто-то перепутал главный сейф с биотуалетом пришлось заказывать новый а годом ранее мы накачивали гелием карликов и из них из большой рогатки стреляли по ним замороженной курицы ахахаха накормили народ так сказать главное не повторяй наших ошибок не приводи на вечеринку козла тупое животное не делает разницы между начальством и черню бодает всех одинаково в общем эван я жду что ты вдохнешь жизнь в эту вечеринку давай зажжем можешь понимать меня буквально замечательно пообщаться с людьми не знакомиться эй эйпс красивый господин не мог бы ты пари вернуть меня и к и моего коллегу а то нам так плохо зачем же вы так напились меня предупреждали что тут нельзя пить ничего потому что везде обман теперь еще у меня болевота везде а у друга эрекция не проходит я захлебнусь до смерти и потеряю свое достоинство про какое достоинство ты говоришь тебе кто-то нарисовал половой орган на лице это осям заранее чтобы ничего похуже никто не нарисовал помоги нарисовать второй половый орган на лице но нам сказали веселиться это блин он сдохнуть может давайте ему я помогу что он захлебнется то такое себе будет хорошо я переверну вас коллега иначе вы право за захлебнетесь ты настоящий спаситель и спасибо с тем еще побазарить нормально зажигаем нормально зажигаем опа 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 омон танцует танцует омон эй ты да да ты умоляю принеси дай мне попить я тут без передышки танцую а никто даже стакана воды не подаст помоги мне так сильно нужна вода ну держи пей что это водка во мне уже столько разных таблеток что что алкоголь меня добьет а кто тебе ак а кто просил тебя таблетки жрать ты убил меня сволочь гореть тебе за это воду хуже всего то что я умираю под эту попсу где рок-н-ролл черт вас дери мне нравится как тут кто-то с лицом вождя танцует с кем еще поговорить о незнакомец здравствуйте ты не знаешь что делал с этими таблетками что за таблетки товарищ фергюсон выдал нам красные и синие таблетки сказал выбирайте между мучительной правды реальности или блаженной неизвестностью иллюзии как ты умудрился запомнить это просто я до этого принял еще кое-какие так какие нам выпить мне очень хочется чтоб товарищ фергюсон заметил нас кто знает быть может нас повысить после этого бери иллюзию это же вечеринка так что нужно веселиться если вы будете танцевать до потери пульса то вас возможно заметит а ты прав черт побери это энергичный танец дабстеп ща все увидят кто-то реальный бибой колбасим до утра ой а тут оргия происходит посмотрите просто что это что это что с людьми эй старик дай прикурить а я тут сигару шефа из стола стащил всегда мечтал попробовать почему вы все мокрые и пахнет от вас товарищ фергюсон устраивал конкурс кто сможет заняться сексом в бочке с виски ну и мы вот победили ого и каково это не так круто как звучит в основном все щиплет везде до сих пор ну ты понимаешь но главное мы справились и теперь нас точно ждет повышение хватит расспросов не знаю как тебе а мне после секса всегда хочется курить ты дашь мне огня или нет ну на огня господи покури в чем проблема аааа они аааа они в вискаре были а что ты прикуривал так неаккуратно зачем ты себя поджег интересно товарищ фергюсон это подразумевал когда говорил давай зажжем пит фергюсон вы последний с кем общаться можно поговорить с тем кто еще в состоянии говорить редгрейв я хочу безудержного веселья и сумасшедшего смеха о диджей здарова эй редгрейв хочешь сказать тост тебя все услышат вот микрофон только это не бесплатно сам понимаешь зато тебя точно услышит товарищ фергюсон за лучшего в мире товарища фергюсона я предлагаю выпить за человека с большой буквы f за того чья работа бьет рекорды по доходности в том месте где доходность вовсе не планировалось за того кто не устает поражать наше воображение своими невероятными идеями и потрясающими вечеринками за того за кого и умереть не жалко особенно в танце за единственного неповторимого и самого непобудистого слова охренительного за товарища фергюсона ура это был эван редгрейв народ эй эван вытащи уже свой язык из ягодиц нашего шефа и отдай мне микрофон ну что же эван вечеринка закончится сама собой не переживай рано или поздно все завалятся спать прямо там где стояли давай пока прикинем как ты справился красавчик ты увеличил градус веселья и натворил много постыдных дел про которые можно будет вспомнить после уважаю и думаю полностью доверить тебе организацию следующей вечеринке поздравляю можешь теперь всем смело говорить что ты пользуешься расположением самого товарища фергюсона окей тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц забрать запись камеры нужно будет собрать информацию о фергюсоне пойдет что ж давайте на этом прекрасном моменте с вечеринкой мы с вами закончим неплохо оторвались правда двух людей сожгли еще одну женщину водкой напоили но да ладно это это мелочь они сами виноваты что таблетки принимали и неправильно прикуривали сигары нужно аккуратнее быть когда ты весь облит вискарем просто ну камон разве жизнь этому не учат я благодарю вас за то что вы посмотрели эту серию подписывайтесь на канал подписывайтесь также на телеграм-канал и группу вконтакте которая будет в описании под роликом ставьте лайки комментируйте и увидимся в следующем эпизоде прохождения Beholder 2 и в других играх всех обнял всех обнял Продолжение следует...